Морской собор. На площади перед ним выложен огромный якорь. Вот по нему мы сейчас идем. Вот и как раз как по заказу выглянуло солнышко и купола заблистали. Вот отсюда виден якорь и соборы. Вот такая вот красота. Памятник Макарову. Так, а это, если я не ошибаюсь, захоронение революционных времен. Сейчас подойдем поближе. Это у нас братская могила рабочих и матросов, погибших во время Великой Октябрьской цислистической революции и гражданской войны. 1917-1921 год. На границе выбиты фамилии. На границе выбиты фамилии. Вот, не только Великой Октябрьской цислистической революции, но также 1905-1906 год. Бесстрашно выпали в борьбе за свободу и подвигом путь октябрю озарили. А теперь, друзья, мы отправимся вот за этот забор, где силами Министерства обороны был создан филиал парка «Патриот», так называемый парк «Адмиралов». «Адмиралтейство императора Петра Первого». К столетию Кронштадтского восстания. Восстание моряков Кронштадта 28 февраля 18 марта 1921 года было вызвано диктатурой большевиков и политикой военного коммунизма в период гражданской войны. При подавлении восстания здесь, в Кронштадте и во льдах Финского залива погибло более 2000 человек. Свыше 6000 человек отправлено в заточение. Так, идем в Адмиралтейство. Адмиралтейство встречает нас с душистым запахом тюльпана. Ой, жалко, телефон не передает запахи. Ой, красота. А! Нет, там даже как. Так, и что мы здесь видим? Вот такая вот площадка для конференций с мультимедийным экраном. Дальше идут военно-патриотический парк культуры и отдыха. Патриот западного военного округа. Нулевая миля Кронштадта. Дальше идут бюсты адмиралов. Часовенка. 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 Стоит. Какая красивая на солнце переливается мозаика. Напротив часовни находится вот такой вот мемориал. Так, это у нас историко-культурный комплекс морской славы России. Мемориал памяти военных руководителей Кронштадта. Открыт 25 июля 2020 года. Военные руководители Кронштадта. Начиная с 1724 года. 1724 год. Адмирал Томас Гордон. Адмирал Томас Гордон. Адмирал Томас Гордон. Так. И заканчивается 17-м годом. Адмирал Роберт Николаевич Вирен. Фамилию могу неправильно сказать. Простите. Так. Еще один революционный мемориал. Сейчас подойдем, посмотрим. Вот такой вот мемориал. По столетию. Не знаю, я не специалист в морских делах. 1921-2021. Революционный матрос без козырка. Установлен российским военно-историческим обществом при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Красивый. Очень красиво сделан. И не далеко от этого памятника. За небольшой оградкой находится настоящая древность этого парка. Док. Док, который начал строить еще сам Петр Первый. Посмотрите на его состояние. К сожалению, ближе не подойти. Только отсюда можно посмотреть. И правда не удивлюсь, что это док времен Петра Первого. Посмотрите на кладку. Кирпичи явно не современные. Это камни. В некоторых местах уже корни деревьев вытолкали камни наружу. И они все осыпались. Теперь, друзья, давайте вернемся к часовне и продолжим обход вправо. Кирпич Петра Первого строителью Дока, царю Петру Первому. Док царем Петру Первым собственноручно был заложен в 1719 году. Док открытый Пиратрицу Елизаветы Петровной 30 июля 1752 года. Вот такой монумент. И мордиры с ядрами. С монументом у нас яблоневый сад красивый. Близко подходить не буду. Вот так покажу. Сейчас как раз яблоньки в цвету. Очень красиво. А мы с вами идем к колеи Адмиралов. В красивую пору мы приехали. Все цветет. Аварийно-сигнальный буй. Парк Патриот. Министерство обороны. Ой, какое красивое дерево. Все в цвету. Пытешь тупить, тяжелее. А еще это что для штанги тренажер покидает. Я буду штангой. Со дорой надо проникнуть. Нет, давайте, смеховой палочке. Это яблоки. Малыш. Хорошо прощение за парадоеку, которые часто попадают в микрофон. Кремштадт – это остров, который со всех поронов проложен на острове. Мутные яблонь. Так, давайте издалека посмотрим на организацию аллеи адмиралов. Вот так вот по пять бюстов полукругом стоят адмиралы. Вот так вот. Но всех я перечислять не буду. Подведу, как всегда, к первому и последнему. Первым у нас стоит бюст адмирал, генерал адмирала Апраксина Фёдора Матвеевича 1661-1728 год. Один из создателей военно-морского флота России, сподвижник Петра Первого, командующий флотом в Северной войне и персидском походе. Георгия Фёдора Матвеевича 1661-1728 год. Георгия Ирмагия Там это битва нормальный кармин. Ай, привет! Молодёк. Кошадь тоже. Устранять пропелки. Туда спасли, да? Да. Они красивые. Потому что... Серьезно. Ай, привет. Да. Морь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и отдавая дань советским адмиралам, последнюю пятерку я обойду поближе, чтобы вы все смогли рассмотреть. Продолжение следует... 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 БРДМ-2 БТР-80 Старенькая БТР-60 БТР-50 С гвардейским значком даже Это зенитка, шилка И легендарный ЗИЛ-157 Половина военных пенсионеров на нем учились ездить Так, вот такого я даже ни разу не видел Это, как я понял, ходовые винты Оболчить Да, основательные вещи Это уже какая-то ракетная техника здесь Или торпедная Я в этом не понимаю Торпедная, похоже Башенная установка какая-то с пушками Ого, какая красота Якоря Надо в них разбираться Их есть столько И арт-объект Форт Александр Первый Так как он сейчас пустует Легендарную бабушку здесь разместили Молодцы, красиво нарисовали Ну и, конечно, без чего нельзя представить Кронштадт Это старинные сооружения военно-морские Я не знаю, что это Склады, казармы или укрепления какие-то Но состояние реально Относится к 1700 годам Продолжение следует... так вот нашел я подписанную башню так что теперь могу вам зачитать что в данный момент перед вами 30-миллиметровая корабельная арт-установка АК-230 даже номер есть не буду позориться называть тип данного корабля или лодки здесь у нас полководцы Победы такая вот экспозиция город герой Ленинград сейчас я внутрь зайду называть никого не буду просто покажу что есть здесь и маршалы авиации и артиллеристы и пехотинцы и и Вот так этот павильон оформлен. Итак, друзья, мы пришли по той части парка Патриот, где выставлена военно-морская техника и вооружение. И несмотря на то, что эта часть парка еще оборудуется, очень рекомендую сюда прийти. Особенно если вы пришли в парк с детьми, дети будут в жутком восторге. Первое, за что надо сказать властям Кронштадта спасибо, это за бесплатные туалеты недалеко от Морского собора. Как раз вот на месте вот этого дока или как это называется. Ну, в общем, если вспомните фильм «Секретный фарватер», то Шубин с невестой своей гуляли здесь. Ну, тогда была осень, сейчас весна, выглядит совсем это канава по-другому. Ну, это продолжение того дока Петровского, который мы снимали в парке. Вот я развернулся, здесь стена вот этого парка Патриот. И там идет док, который вы видели раньше. Не забудьте подписаться. Иногда выкладывают что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!